Иди туда, в туку. Лили, ещё раз привет. Хочу тебе задать ещё один вопрос по поводу нашего онлайн-тренинга круга женственности. Так, Ладуся, тихо. Скажи, пожалуйста, изменилось ли в твоей жизни соотношение дел, которые ты делаешь из состояния «надо» и из состояния «хочу»? Как вот с этим? Повлиял ли как-то тренинг? Тренинг тоже повлиял однозначно. И вот это у меня работа с весны уже началась над собой по поводу «надо» и «хочу». Ну, это и то, что я поменяла работу и какие-то дела, которые теперь выделяют для себя именно из, как сказать, чувственного состояния. Ну, вот я чувствую, что мне это надо и напрягает. и не хочется делать, я это не делаю. Ну, стараюсь. Если, конечно, что-то очень-очень срочное бывает, но и то, и сильно себя напрягая или как-то мотивируя, или потом даю себе какой-то бонус, вот, то есть какие-то такие фишечки там же придумала. А не бывает такого, что что-то рушится в жизни? Ну, как это? Ну, многие говорят, как это я... Никогда не было. Вообще. Столько обязанностей, столько дел. Я очень много лет так жила с мужем и думала, что все рухнет. И оказалось, что освободилась от мужа, освободилась от работы, ничего не рухнуло. Живу спокойно и не нищенствую. И все себе, можно сказать, все, что хочу, позволяю. У меня все есть. Жизнь только началась, да? Да. Ну, освободился от мужа, ты так сказала. Сейчас женщины послушают. Решат, что-то тут не то. Просто у меня в такой ситуации надо было освободиться. Ну, да, были уже деструктивные, скажем так, скорее, отношения. У меня разрушительные. Разрушительные, да. Поэтому... Хорошо. Вот у нас пример девушки, которая делает в основном то, что хочется, да? Да, это именно состояние ребенка. Когда вот хочу, и делаю, просто контролируешь свои порывы. Не как ребенок, и в то же время действуешь. Как взрослая, осознанная женщина при этом. Но позволяешь твоей внутренней девочке получать наслаждение, радость, веселье. Да? И самое интересное, что, когда я это делала чаще, то больше было, ну, периодами замечаю, что я вот сейчас не делаю это, а делаю то, что больше, ну, надо там по работе, да, сроки, допустим, пожелать, мне вот на это надо. И меньше бонусов в округе. Ну, как-то, здесь вселенная вот пока там, допустим, как-то на паузу тоже поставила, ждет, что я вот сейчас делаю пока как надо, и она не дает каких-то бонусов. А вот, когда я начинаю расслабляться, и как-то оно само так хоп-хоп. Все само приходит. Какие-то приятности, неожиданности начинают появляться. Да, да, я тоже такое замечала, кстати, что как только он начинает пахать, жить в состоянии, надо, обязаловка какая-то, то как-то что-то мало подарков. Да, 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 пашешь и пашешь, а как только расслабляешься. Ты сам на себя когда надеешься, ничего больше не происходит. Да, как только доверишься миру, начинаешь слышать себя, следовать действительно за своими истинными желаниями, чувствовать свое тело, то сразу куча действительно знаков поддержки каких-то, подарков, приятностей сами организуются. Это вот очень женский способ в принципе жизни. Это даже действует на все сферы жизни, и с продуктами также, и с питанием, да, отказался от мяса уже больше года. Я намного лучше чувствую и меньше болезней у меня, которые были раньше. Ну вот, живите как хочется. Ну, это надо грамотно делать, поэтому лучше включайтесь в наши тренинги и учитесь, жить в скайпе с радостью, при этом, чтобы ничего не рушилось, действительно. И других плавных не рушилось. Это точно. Не ущерб. Чтобы никого не разрушать. Хорошо, спасибо тебе большое. Вот, я прощаюсь, пока. пока. Субтитры сделал DimaTorzok